Берешь пакетик, дружок, у них свои подходы, улун садзычунь переводится с китайского как мощный чай, заодно у меня крапива. Армат Космик Привет дорогие друзья, в следующий день еду в Найн Тол, спустился из Джушани, из Лугу, замечательный, что вчера попил чай в Лениси, друзей, то есть будет крутой чай, новых тоже ребят нашел, которыми раньше не работал, но тоже от них будет очень хороший чай, да сейчас я еду в Найн Тол и по дороге всякие разные местечки хорошие, где тоже делают краски, интересный чай, интересный момент, вчера когда пил Лауча, один из фермеров такой говорит, слушай, говорит, это когда там будет землетрясение? А, ну вот, да, ну вот этому, короче, где-то около 30 лет, то есть у них было огромное землетрясение в Дзиди, это, кажется, недалеко отсюда, где-то вот местечко Дзиди, там было под 8 баллов очень сильное землетрясение, там 7,6, по-моему, что-то такое, около 20 с лишним лет назад, вот, и поэтому для многого старшего поколения это, конечно, такое было серьезное переживание, они даже такой локальный летоисчисленный, ведут от этого самого землетрясения, да, интересно, кстати, можно посмотреть, вот дома почти все здесь, да, то есть они все там, ну, один-два там этажа иногда чуть больше, но не радикально больше, то есть небоскребов тут не увидишь. Сейчас проезжаем первой фермы Сызычуня, многократно был в этой деревушке, это наши такие, можно сказать, давние уже друзья, которые мы работаем не первый год, поэтому особо приятно возвращаться в такие места, где уже был, где уже, как говорится, натоптены тропы, вот, может быть, и новый будет, давайте посмотрим по ситуации, может быть, даже натопчем новых троп. Такие дела. Обычка, когда приезжают, безумная жара, вот, драгонфруты выращивают, вот, а сейчас, очень даже мило, зима, холода, одинокие там. Городички вокруг Нанитова, это столица производства Сызычуня, вероятно, здесь я уже был многократно, и вот, пожалуйста, здесь сейчас зимний сезон, поэтому активно готовят саженцы, можно посмотреть, как вот их продают прям пачками, такими пакетиками, берешь пакетик, там в каждом такой вот уже подросший дружок, и этого дружка можно целый пакетик таких дружков купить и посадить у себя и выращивать чай, то есть вот конкретно такой чайный детский садик, сейчас вот девушки тоже, как раз, так понимаю, выкапывают и в пакетики достают, собственно, подросшие саженцы, готовят для продажи. Смотрят, здесь подросшие саженцы, вот этим, наверное, уже годика-два. Спросил леди, которые работают, здесь вот собирают эти самые пакетики, что за сорта чая, это, говорит, номер 23 какой-то новый культивар, а это новый какой-то Дахан-Улун, если я не ошибаюсь, какой-то новый вид Улуна. Интересно, да, то, что Тавайский центр исследования чая, то есть Трес, они постоянно что-то новое выводят в плане культиваров, потому что, ну, во-первых, чтобы урожайность была больше, во-вторых, чтобы были более устойчивые сорта к вредителям, чтобы нужно было меньше пестицидов, можно было больше органик выращивать, ну, и вообще не забивают болт, скажем так, на развитие, придумывание каких-то новых сортов. Очень здорово, на самом деле, да, то есть видно, что вот такие вот, можно сказать, массовые плантации, они как раз часто бывают такими тестовыми лабораториями, то есть я имею в виду вообще этот регион на НТО, потому что здесь такой большой массовый производств чая, то есть из-за чего еще очень много делается и всех сортов, которые здесь производятся, да, поэтому в основном это все машина сборка, машина обработка, естественно, то есть все так механизировано, это не обязательно плохо или хорошо, этот чай, он достаточно недоступный, поэтому и даже скорее просто как вариант, можно очень легко увидеть разницу, вот, ну, этот детский садик, ну, вот на плантации, прям рядом здесь, вот как она выглядит, безократно все это дело уже показывал в своих старых видео. Благодаря такому активному культивированию мы можем получить чай, который чистый, хороший и, при этом, доступный, дешевый, но, конечно, по качеству с высокогорным чаем такой чай сравнить сложно. Ну, кстати, с этого детского садика на высокогорной плантации чай тоже едет, я имею в виду, скорее, бывший именно способ выращивания, способ сбора, ну, и то, что здесь довольно-таки жарко в низине, в отличие от гор, где прохлада дает чаю совсем другой вкус и аромат. Вот как раз застала работа система орошения, вот на меня крапива свежей чайной водичкой, в принципе, плантации здесь все довольно похожи, вот еще невелики, скажем так, но вот здесь можно посмотреть, как выглядит плантация, которая уже, где акустики уже старенькие, то есть видно, что и подрезали, но видно, что много чего посохло, вот, возможно, что-то на среде засухи, потому что буквально, по-моему, пару лет назад была вообще сегодня засуха в Тайване, вот, скорее всего, вот эта плантация, когда она выглядит вот так, она уже под вырубку, и вот можно посмотреть, как прижились свежие кустики, вот тут, как видно, вот эта плантация соседняя, это уже молодые посадки, вот они, уже кустики, я думаю, лет, может быть, 6, так примерно, ну, да, в зависимости от куста, разная скорость роста у всех, но в любом случае, это молодая плантация, это вот старая, видно, очень хорошая разница, да, кстати, если кто-то вдруг еще этого не знает, но лун си-зи-чунь переводится с китайского, как весна четырех сезонов, ну, вот такой, скажем, не очень литературный, литературный перевод вообще, си-зи-чунь дословно си-то четыре, дзи-то сезон, а чунь-то весна, то есть не обязательно весна четырех сезонов, но, наверное, может быть, круглый год весна, то есть что-то такое, вот, поэтому чай-дис, в общем-то, довольно доступный, потому что его постоянно собирают, постоянно обрабатывают поля, вот, и, собственно, получается, что можно с одного и того же поля собрать гораздо больше, чем в высокогорных регионах, где более сложно доступно, собирается гораздо меньше, скажем так. Только-только прям застал, как, значит, работники фабрики раскидали листья на подвяливание, причем интересный момент, тут две фабрики вместе объединились, собрали и вот сделали общий чай, вот такая вот коммуна. Объект си-зи, кстати, довольно небольшой, уже дал такой аромат. Но, кстати, еще не такой более, скажем, грубый, с луном, сепчинка-настойка, скажем так, дает мощный чай. Вот, кстати, видно сетки, которые растягиваются, прикрываются, когда нужно сделать тень, если слишком интенсивное солнце, вот, аницето автоматизировано, это вот огромная площадь для подвяливания чая. КОНЕЦ Продолжается производство чая, то есть сейчас уже чай подвялился, его полностью здесь собирают, причем собирают очень грамотно, такие большие холщовые тряпки, в них сворачивает такой клубочек, потом проезжает машинка, которая прям едет строго по линиям, все распределено, все четко. Эта машинка, она собирает все мешки, потом едет, в принципе, недалеко, едет, прямо туда на завод и едет. Очень все технично, технологично сделано и удобно. Мы сейчас на одной из фабрик, в которой я очень давно не был, и, естественно, как и везде, где я не был, мы сейчас будем дегустировать много чая. Много чая я решил тоже подегустировать профессионально, иногда можно это сделать не очень профессионально, но я решил, почему бы не сделать, скажем так, есть время, почему бы не сделать это все как надо. Я сейчас буду взвешивать чай в количестве 5 грамм каждого сорта, настаивать его в такой вот мерной специальной чашечке, две с половиной минуты, и после этого дегустировать. Вот такая вот у нас задача. Давненько я тут не был, прям... Вот самое интересное, что я потерял контакт этого фермера, чисто по памяти вспомнил, где он находится. Немножко покружил по деревне. Да, пробовать мы будем 3 улуна у нас, именно улуна, а потом 2 у нас сызычуня, 2 дзинсюаня и 1 габа-чай аж. Вот, потому что очень давно мы говорили с ним про габу, я говорю, слушай, надо тебе габу тоже сделать. Вот, и габа, собственно, у него появилась. По-прежнему нет машины, но он взял свое сырье и на ответ туда, где есть габа-станок, собственно, и там сделал. Поэтому попробуем сейчас, что получилось. Что-то у меня сегодня как-то перегон не насыпется. Насчет, кстати, дегустации, у всех мастеров, у них свои подходы к этому делу. Во-первых, я, в принципе, больше люблю заваривать, не, естественно, не вот с весами и настаиванием, но так как тут нужно сравнить качество похоже чаев, то, конечно, лучше иметь полноценное дегустационное оборудование. Если, соответственно, нужно просто попить чай, вкусный-невкусный, и его не нужно ни с чем сравнивать, тогда можно, в общем-то, их заварить по-китайски церемониально, и будет все хорошо. Я люблю этот звук, когда открывается пакетик. Итак, мы закончили. Сейчас будем заливать воду и включать таймер. Ладно, сделать это довольно быстро, потому что сортов много. Какие-то сорта уже начнут завариваться от момента. Поэтому я уже включу таймер пораньше. Ну вот, дожидаемся небольшого промежуточка, когда чай будет готов. Начнем тоже с самого начала. Поехали. Олун, олун, олун. Все дичунь, все дичунь. Дичунь, дичунь. Габа. Вот так вот у нас сегодня. Так, ну все. Уже можно смотреть цвет настоя. Дохоти аромат. Смотрит на лист. И прочие прелести. Ну что, мы уже начинаем пробовать. Чай довольно быстро остывает, поэтому надо быстро все пропить. Три у луна. Ну как бы. Здесь еще. Несем какой-то невыразительный, причем уже во втором месте. У луна два вот этих ничего. Ну-ка, и габа. Самое интересное. Ну, габа неплохая. Такая сиять, светлая, сладкая. И аромат очень приятный. Такой печенька. Попеченная. Ну что, у меня поделились фавориты. Здесь все, они у меня оба. Здесь пени очень зашли, довольно-таки пустоватые. Габа зашла. У лун вот этот. Созвищунь вот этот. Что, у нас новый, похоже, поставщик. Классный. И на заводе этого поставщика абсолютно невероятный стоит аромат запекающихся у лунов. Вот здесь. Зимний дун пен. Созвищунь. Созвищунь. И просто у лун. Аромат космик. Сейчас вот довольно пусто. Пока еще никого нет. Но скоро все начнется. Любимое время. Спасибо. 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 TIME работа на производстве речу не она самая активная работа из всех вообще какие-то представить из всех чайных работ что я всегда когда я бываю на винтовку на удивляюсь как они просто такой скоростью работать просто невероятную продуктивность потому что очень большие объемные там она посмотрите какое большое производство и действительно нужно очень эффективно работать а сейчас здесь идет охлаждение листа и фигментативный процесс тоже выпускают но незначительно легкое встряхивание а 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 и пока там чаек подвяливается охлаждается во внутренней помещении я съездил покушать моё любимое блюдо мясное это кривотончики пропаренные с соусом риск сейчас еще репродуктов пронесет и будет вообще хоть подписывайтесь на инстаграм вот такой интеграция сам любимые мои места сам такая простая даже обычная китайская чайфань как называется и все очень скромно очень просто и обычно всегда очень вкусно и почти всегда безопасно я за все годы ни разу нигде не отравился китая если никогда не видели как выращивают драгонфрут это выращивают их вот так вообще многие даже не драгонфрут на самом деле кактус вот но интересная штука то что этому кактусу требуется много света и поэтому тут них вот такое вот освещение ночью даже бывает едешь вдоль плантаций просто таки темно 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 потом бабах такое яркое пятно бабам это драгонфрут причем еще видно что фрукты ну вот как многие фрукты принципе не только драгонфрута так вот обвязывают тряпочка специально чтобы создать микроклимат чтобы быстрее вызревал потому что он будет теплее самому фрукту все делать по ночам когда ждешь пока час имитируется заезжать к соседям фермерам и пить гавы гавы Ну что, я вернулся на фабрику. И здесь продолжается производство сызи-чуня. Сейчас, после того, как чай охладился в подносах, здесь такие огромные барабаны для встряхивания чая. Я вот синь. Видно, где-то такая вот крошка высыпается, потом идет на производство всякого такого совсем низкопробного чая. Ну а здесь, смотри, идет такой процесс нежного встряхивания. Караба традиционно делаются здесь из бамбука, для того, чтобы лист не вступал в контакт с металлом. Ну, кстати, интересно то, что на первом Живой Шань часто такие барабаны делают из металлической шотки. Ну, в каждом регионе свои особенности. Барабаны довольно большие. И цель именно вот очень нежно встряхнуть чай, для того, чтобы запустить процесс такой вот легкой ферментации. Потому что улуна – это полуферментированный чай, и то есть его важно ферментировать именно частично, не сильно, чтобы, то есть если вы слишком сильно встряхнете, как бы резко какие-то движения, поломаете лист, начнутся слишком сильная ферментация, которая как раз не нужна для улуна. Поэтому так вот очень листик нежно трясут. В зависимости от технологии. Это все может повторяться несколько раз. Причем длительность тоже может быть разная. Влажность помещения тоже могут поддерживать на разной высоте, то есть на разном уровне. Например, сейчас здесь у нас, я думаю, ну так попрохладнее, чем на улице, такой кондиционер включен немного. Сейчас, в принципе, зима, по местным меркам. То есть на улице где-то может быть 18, тут нам где-то вот может быть 15 вот так вот градусов, поэтому так немножко прохладно. Но в какой-то момент, когда совсем уже холодно, и последние урожаи этого чая, они вообще не включают охлаждения, но включают вентиляцию. Есть люди, работают вентиляторы. Внутри помещения начало подвяливания, и потом вот идет стряхивание. После этой процедуры, вне зависимости от, несколько раз ее будут повторять, это будет подлиться, может, даже до утра, уже утром будет идти само производство чая. Кстати, посмотрим, мне интересно понаблюдать, как именно здесь делать венчунь. Это будет несколько часов, смотрю, как же здесь все идет в процессе. Продолжение следует... Скорость, с которой работают сотрудники фабрики, просто поражает их, это турмовеники, особенно наш Джеки Чан, которого уже прозвали, меня в инстаграме, ребята Джеки Чаном. Сейчас видно, что мастера выгружают одну партию, потом загружают следующую. Сейчас они складывают подносы, отвозят которые уже готовые, в другую сторону помещения, для того, чтобы потом уже четко то, что сделано, отделить от того, что только-только начинает стряхиваться. По одному разу пока хотел стряхнуть полностью весь чай, но при этом у них как-то не хватает количества машин, то есть у них их три машины, вот они, собственно, по партиям. Сейчас одну часть все три машины прошли, потом начнут уже следующие. Вот такая вот непростая работа. Причем нужно делать ее очень эффективно, очень слаженно, потому что здесь выгружается один станок, нужно быстро освободить площадь от листа, лист, положить на подносы, моментально выгрузить и следующего подноса. И вот таким конвейерным типом работа начальной фабрики идет. Причем я же многократно говорил, что это очень тяжелая работа на самом деле, и особенно в сезон, то есть многие за кислоработников работают практически без отдыха. Вот только что передо мной как раз загрузили новую партию для стряхивания. Сейчас я отпустил станок. Загрузили вторую партию чая, причем они еще рассчитывают по количеству листа действительно так, чтобы у них 2-3 партии полностью прокрутились. Спросил, сколько времени они стряхивают, но говорят, надо смотреть, какое сырье, но обычно там 20-30 минут, смотря кто-то больше это делает, смотрят на состояние листа. То есть это очень сильно разница. Серьезно, потому что здесь делают это только один раз. Например, в Веншане мы сейчас делали это два раза. Везде по-разному. То есть конкретно этот чай, потому что здесь еще не такой самый бюджетный улун, объем большой, очень сложно такое количество раз обрабатывать его. Ну, там, те же самые, я отимств тряхиваю еще раз. Поэтому делают один раз, потом 3-4 часа идет ферментация, такая вот именно вот просто в подносах. Сейчас они выкладывают на подносы, и после этого уже начинается обработка. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот и заработал конвейер. Все же листы после ферментации вот эти вот огромные обжарочные котлы. Значит, тут у нас аж их целых 6. Он здесь 7-й стоит, но сейчас выключен, то есть идет таком массовое производство. Сразу большого количества чая после обжарки сразу же лист идет на сменание, тут 3 сменальчика. Все это делать 2 человека, обратить внимание. Третья женщина, сейчас она вот подключилась, она на конвейере смотрит чай. Собственно, обжарили, смяли, сразу же тоже на сушильный шкаф, после этого чайчику это время лежит, и дальше уже идет финальная скрутка на следующий день. Судичень гораздо проще делается, чем луны. Маскагорная, то есть тут никто не крутит шариков, все более автоматизировано и упрощено. Но поэтому чай, я считаю, что зашелься на качество очень даже неплох. Практически завершилась эта стадия обработки, то есть получается сейчас обжарили, смяли, посушили, получают полуфабрикат, который еще завтра будет лежать, охлаждаться в специальной комнате, там же, где охлаждался и ферментировался этот чай. Завтра утром будет при помощи санков сминать, то есть как бы будет традиционный способ, это крутой шар, тот же будет посминать, многократно смяли, разбили, смяли, разбили, то есть то, что в принципе уже я показывал при производстве тигуанини, но и некоторые тоже другие машинные сменальщики. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот и все. Чай охлаждается до утра, после этого на Диме будут совершены все магические операции, чтобы ротить его в готовый Сазычень. Ну, а мне надо ехать в Пули и потом еще в другие высокогорные районы за крутым чаем. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, пейте хороший чай. Попробуем чай, который получился. Мастер только что объяснил, что чай должен встать, он как бы должен раскрыться полностью. А если он как бы чай не раскрывается, значит, это плохое качество. Чай не раскрывается, значит, если он внизу остается, не поднимается чай, то есть не раскрывается полностью, то это не очень хороший. Неправильная пожарка, либо слишком сильная, либо еще что-то. Субтитры создавал DimaTorzok